Доброе утро, Ольга, Дмитрий. У нас сегодня актуальная тема, и в гостях у нас начальник отдела общего образования, управления образованием администрации Ялты Татьяна Попова. И сегодня мы поговорим о дистанционном обучении, дети переходят после каникул. Расскажите, как это все будет происходить? Доброе утро всем. Дистанционное обучение у нас впервые в Ялте будет осуществляться. Было запланировано, конечно, с 30 марта по 12 апреля. После вчерашнего выступления президента все понимают, что сроки, скорее всего, будут отложены еще на неделю. В общем-то, все образовательные организации готовы перейти на дистанционное обучение. У нас все школы города подключены, вернее, зарегистрированы в электронном журнале. Внесен полностью контингент обучающихся, все родители, педагогический состав общеобразовательной организации внесен. Сейчас идет наполнение системы. Система позволит получать домашние задания. Система позволит получать онлайн-уроки. Все уроки будут сохраняться в записи, поэтому проблемы, скажем так, у кого нет возможности вовремя быть в онлайне, можно получить асинхронную информацию. Да, кроме того, дети, которые не имеют доступа к интернету, потому что есть у нас и такие, да, никто не исключает учебники. Задания даются по учебникам, задания даются по задачникам, распечатка разных материалов дидактических идет. Поэтому, как бы, проблемы в насыщении домашнего задания не будет, я думаю, и родители не должны переживать, что, как будет все происходить. Конечно, очень важная обратная связь, потому что учитель должен понимать, понятен материал урока или непонятен. Будут проводиться консультации, то есть график консультации учитель сам определяет, в телефонном режиме никто не запрещал. Как бы, сети, скайп, ватсап, вайбер, соцсети, в которых дети наши просто как рыбы в воде, они, я думаю, не будет проблемы, как бы, с информацией и получением обратной связи от детей. Кто не имеет доступа, как я уже сказала, конечно, электронная почта учителя, да, как вариант. Как вариант просто принести, оставить на входе в школе. То есть там однозначно есть дежурный, который примет материалы и потом передаст учителю для того, чтобы учитель мог оценить. А вот скажите, я знаю, что сейчас как раз время, пока дети на каникулах, разрабатываются методические материалы. Вот что в них будет, как это все будет осуществляться? Что-то новое, да, как-то запись, может быть, видеоматериалов? Учителя, сами учителя имеют достаточный банк материалов, измерительных материалов, которые, опять же-таки, с помощью электронного журнала, они будут размещаться. А у детей, у которых нет доступа, они будут получать их наручно, будет однозначно передача, можно прийти и получить индивидуальный пакет. Задания будут задаваться, скорее всего, на неделю, то есть будет некий блок, который необходимо будет выполнить. А учителя делают записи своих уроков, подготавливают дидактический материал, который для уроков необходим, и как бы наполняется сама база. Как родители относятся к такому дистанционному обучению? Родители, конечно же, по-разному относятся. Кто-то поддерживает, кто-то боится, как все мы боимся иногда нового, но в этом ничего нет страшного. Учебный процесс не будет нарушен, мы просто получим новую форму получения образования. Очень важно понимать, что учитель все время находится с учеником рядом. Когда есть такая связь, я думаю, что они все будут понимать, что обучение – это очень важная задача. А дети сами? Довольны ли, что они проведут время дома? Первая проблема в том, что общение у них ограничено, потому что защититься в такой ситуации мы можем только одним – самоизолироваться. Но я думаю, что наши социальные сети, наши телефоны, компьютеры позволяют им общаться в электронном виде. Наш эфир подходит к концу. Татьяна, благодарю вас, что были с нами сегодня, рассказали нам о том, как это все будет происходить. Коллеги, передаем слово. Желаю хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова